За круглым столом в Народном Курале-Пурятии обсуждали, как снизить показатели детской преступности и какие меры профилактики необходимо принимать, чтобы оградить подростков от ошибок. Очень важно не просто наказывать этих детей или ставить на учет, или каким-то образом пытаться их жестко перевоспитать за счет кнута, а вот именно помочь ребенку найти самого себя, реализовать. Потому что мы прекрасно понимаем, что дети не рождаются преступниками. То есть это как-то или складывается жизненные обстоятельства, когда ребенок попадает в ту или иную ситуацию. По информации Минсоцзащиты населения Бурятии, на межведомственном профилактическом учете состоит 761 семья, находившаяся в социально опасном положении, в которых проживает 1880 детей. Из них 33 несовершеннолетних совершили общественно опасные преступления. В 2021 году в республике отмечена динамика снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако, несмотря на это, проблемными вопросами в структуре направленной направлении деятельности по профилактике и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних остаются подростковая преступность, совершенная в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, самовольные уходы несовершеннолетних как из дома, так и из государственных учреждений, суицидальное поведение несовершеннолетних, социальное сиротство. Но не только алкоголь и наркотические средства являются причиной правонарушений. Одной из причин, способствующих иммунизации подростков и молодежи, является доступ к информации, наносящей вред их здоровью и нравственному развитию, в том числе сайтами в сети интернет, пропагандирующим утребление наркотиков. В связи с чем на постоянной основе осуществляется работа появления и блокировки сайтов и страниц сети интернет, содержащих информацию о возможности потребления наркотических средств. Заслушав доклады участников круглого стола, правительству Бурятии рекомендовано рассмотреть возможность об увеличении штатной численности специалистов сектора по обеспечению деятельности комиссии ПДН. Также рассмотреть возможность увеличения дополнительных штатных единиц педагогов-психологов. Юлия Пермякова, Алексей Ромашов, Новости дня.